Приветствую вас. Сегодня все обсуждают грозу на 3200. Ну, я думаю, хватит. А я вам хочу дорассказать то, что я рассказывал в прямом эфире. Помните, по самый конец я вам сказал, что в истории был такой случай, когда персидское государство, оно там под Ромой называлось, там, где сейчас как бы Иран находится, во времена, по-моему, 6 век, проводил такую интересную политику. Вот караваны из шелка, мы шли из Китая, проходили большой шелковой путь, проходили Среднюю Азию, соответственно, проходили Персию, ну и дальше шли на Ближний Восток. На каком-то этапе, как бы, владыки Персии начали массово скупать шелка. Вот приходит караван с шелком, и скупает практически весь шелк. Мало того, они просто скупают, они их сжигают. Они их скупают, и на площади сжигают. Скупают, сжигают. Я задал вопрос, зачем мы это не делаем? Вы попытались ответить, но вы отвечали с точки зрения нашей экономики. Ответ несколько другой, но довольно-таки интересно. Да, действительно, он экономический, чистый, но интересный. Смотрите, что происходило. В то время Персия постоянно конфликтовала с Византией. Время от времени то Византия выиграла, то Персия. Там бывали, ну, как бы, в той же Византии менялись императоры, в Персии менялись как-то династии там. Но, все равно был конфликт. Все равно, был там бесконечный конфликт. То один выиграет, то другой, то третий. Вот без конца и крат. И вот тогда, вот как раз этот период, один из шахин-шахов Персии решил применить такой метод. Но это чисто действительно метод экономический, с точки зрения истории. Давайте смотреть. В то время, как вы понимаете, деньги, конечно, были, но они ценились не сильно. То есть, нет, не ценились, но это немножко было другое. В то время шелковые ткани ценились. Но что такое шелковая ткань? Ну, как вы понимаете, в то время в Европе шелка не было. Были ткани длинные, несколько. И там заводились вот эти мелкие животные. По этой причине крестьяне ходили в этих, чесались императоры, чесались и так дальше. В шелки вот эти всякие жучки не заводятся. И это ценили. По этой причине действительно очень богатые люди старались сделать всю одежду шелка, чтобы не заводились вот эти насекомые. Вот такая ситуация. И, соответственно, в то время воины, особо военачальники, сражались за шелком. То есть, другими словами, они деньгами брать не хотели. Они требовали за оплату шелковой ткани. Вот эти герои, эти борьцы, викинги те же. Ну, там все были не викинги, там другие, но не в этом смысле. То есть, Византийская империя очень часто воевала наемниками. Она принимала на службу различных, так сказать, богатырей. А богатыри хотели шелк. Вот хотели, говорит, нет, мне нужны ваши деньги. Шелк, шелк дайте. И вот тут этот умный, российский падишак подумал. Хорошо. Значит, то, чтобы была армия, нужно шелк. А если шелк не будет поступать, армия будет? Не будет. И действительно, вот за счет того, что он фактически тратил свои деньги, уничтожал качественный товар, не получал выгоду, хотя можно было шелк очень бедно перепродать в Изантию. Но он понимал, перепродавший шелк в Изантию, он своими же руками, своими, сделает громадную армию, которая захватит его в государство. И он не пускал шелк. И действительно, на каком-то этапе армия в Изантии начала терпеть поражение за поражение. Ну, просто наемника нельзя полагать. Хорошие наемники не хотели воевать. Не хотели. Нет, он шелк не воевал. Вот так это сработало. Вот видите, как такое нетипичное решение, экономическое абсолютно, действительно помогло тогда Персии, ну, как бы, на каком-то этапе выиграть в Изантию. Ну, сразу, как всегда, все еще раз переигралось, перекрутилось. И, конечно, кто выиграли? Арабы выиграли. Арабы, да. Потому что после всех этих войн в Изантии и Персии закончилось тем, что они один одного ослабили. Когда появились арабские, скажем так, войны, они действительно погубили и в Изантии, и Персию. Так что, как видите, надо думать не о сегодня, а о будущем тоже. Дело полезно. Но вот методы, как бы, экономической войны с военной, как видите, использовали всегда. И давали свой результат. Продолжение следует...